Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20. Среди убитых в результате вооруженных нападений на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте 15 правоохранителей и пятеро гражданских, в том числе православный священник протеерей Николай Котельников. Местные СМИ сообщают, что по словам его дочери Ольги, отец Николая будет похоронен в среду на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где он служил последние годы. Продственники погибших в ходе терактов в Дагестане получат по одному миллиону рублей. Об этом сегодня сообщил глава республики Сергей Меликов. Тем временем, пресс-служба Следственного комитета России распространила сообщение о том, что личности пятерых боевиков, совершивших теракты, установлены. Трое из них являлись родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Правоохранительные органы задержали чиновника и провели обыски в его доме. А из партии «Единая Россия» его исключили за дискредитирующие действия. По предварительным данным, еще одним из боевиков которого убили силовики в Дербенте, мог быть 28-летний Гаджи Мурат Кагиров, мастер спорта по вольной борьбе, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Иклас ММА. Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким пострадавших после чудовищного теракта в Дагестане и призвал беречь себя и своих близких. Отметим, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о нападениях передано для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета. Уголовное дело о нападениях в Дагестане расследуется по трем статьям. Террористический акт, незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и хищение огнестрельного оружия. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов считает, что теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям. Все это было скоординировано по целям, задачам и, самое главное, по времени. И, видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем уйти от ответственности и уйти от попыток задержания, рассказал Меликов. Он подчеркнул, что силовики сработали слаженно, закрыли с собой людей и не дали уйти бандитам. Меликов подчеркнул, что оперативные мероприятия должны продолжаться для выявления пособников нападавших. Использование религиозного фактора Меликов назвал попыткой раскачать общество.